Субтитры делал DimaTorzok Думаю, пришло время об этом поговорить Некоторые люди, с которыми я общаюсь уже, знают давно об этом Кто-то догадывался периодически, когда у меня стримы были Народ писал в комментариях, мол, а что это у него так ярко светит солнце? Думаю, я должен зрителям рассказать о причинах, меня побудивших уехать Почему именно Соединенные Штаты Америки В общем-то, это видео будет разделено на две части Первая будет отвечать на вопрос, почему я уехал Вторая половина отвечать на вопрос, куда или почему я выбрал именно эту страну Это видео ни в коем случае не призыв к эмиграции Точно так же, как я и не буду утверждать, что я уехал прям навсегда И никогда не вернусь в Беларусь Ну, может, кто не знал, я на самом деле Жил в Беларуси, а не в России Это скорее, как и любое мнение дилетанта на этом канале Возможность поделиться с вами опытом и, в общем-то, почитать ваше мнение на этот счет Итак, почему же я уехал? Я думаю, давние мои зрители в курсе, что я не в восторге от политической ситуации Ни в России, ни в Беларуси Я не отделяю эти две страны, потому что Россия очень сильно влияет на Беларусь И хоть Беларусь считается независимым государством Все, что происходит в России, прямо влияет и на то, что происходит в Беларуси И отделить я их не могу Играя в пошаговые стратегии, показывая их вам Я научился просчитывать свои ходы намного-намного вперед Видеть общую картину о нечастности И в связи с этим у меня полное ощущение, что наши страны деградируют И в будущем меня, останься я в Беларуси, живя в России, ничего хорошего не ждет В первую очередь, конечно, я задумываюсь о старости, о пенсии И я полностью уверен, что мое поколение не получит пенсии вообще Я родился во времена бэби-бума Советского Союза То есть, когда я выйду на пенсию Например, меня не смущает, я уже делал по этому поводу видео Что пенсионный возраст увеличили Это вынужденная мера Сколько бы людей не было против нее Но даже это не поможет моему поколению И когда мы выйдем на пенсию У государства просто не будет денег, чтобы нам платить Потому что следующее поколение, которое будет работать Следующие поколения Их будет намного меньше, чем нас Вы можете сказать, что ты можешь там откладывать в банке деньги Самостоятельно копить, не рассчитывая на государство Но опять же проблема в том, что я не доверяю банкам, которые находятся в наших государствах Я думаю, что при любой экономической нестабильности Проблемах экономических государств Оно залезет в наши банковские счета И эти деньги заберет в себя Экономические проблемы будут точно Я не считаю себя наивным человеком Понятно, что и проблемы с банками бывают и в других странах Но это проблемы с банками, с частными банками А не проблема государства, когда оно забирает у тебя деньги из твоих накоплений Этого может и не быть Конечно же, я просто говорю о своих опасениях Я говорю о том будущем, каким мне кажется оно будет И исходя из чего я решил уехать Никакого развития, никаких новых идей, которые внедрялись бы на уровне страны Я у нас не вижу Люди с каким-то желанием что-либо менять Либо затыкаются, либо сажаются, либо уезжают Это вторая причина Потому что по-хорошему миграция это, конечно, бегство Это признание отсутствия у меня сил что-либо сделать Ведь если у тебя насрано в подъезде То в первую очередь надо подумать самому убрать А потом уже разбираться, кто насрал И почему уборщица в подъезде не выбирает Я бы с большим удовольствием хотел попробовать Что-то изменить Сделать свою страну лучше И я не говорю о том, что убрать Лукашенко или убрать Путина И дать власть в руки мне Я лучше знаю, как управлять государством Нет, конечно, я говорю о начальном даже уровне Например, депутатам районной управы Но даже в такие места оппозиция практически не допускается Да и вообще само слово оппозиция это стало ругательным Типа, если ты не согласен с действиями нынешней власти То ты, значит, оппозиция Во всех странах несколько оппозиционных партий Они в разных регионах берут власть И вместе они ведут страну к лучшему будущему Потому что не может быть одной правильной идеи Идей всегда много И они все могут быть правильные Или все могут быть неправильные Но в наших странах решили культивировать образ врага То есть если ты против того, что происходит в стране Тебе что-то не нравится, значит, ты враг В Беларуси Александр Григорьевич уже Да, летом будет 25 лет, как у власти И ему просто уже невозможно на кого-либо Свалить вину на какие-то проблемы в стране Тем не менее он это продолжает с упоением делать Всегда найдутся какие-то люди Знаете, какая-то шутка, что Обама срал в подъездах в Самары И там в Воронеже Так и Александра Григорьевича Какие-то внешние враги все спят и видят Чтобы в Беларуси стало все плохо То же самое касается России Владимир Владимирович у власти уже 19 лет практически Еще когда он стал исполняющим обязанности премьер-министр Даже уже 20 будет лет Результат этого правления неутешителен Я просто не хочу сейчас в какие-то подробности Я понимаю, что среди тех, кто сейчас смотрит это видео Могут быть и не согласны с тем, что Итоги правления неутешительны Я считаю, что становится все хуже И самая большая проблема Вот знаете, меня пугают постоянно 90-ми Но в 90-х у людей было ощущение, что станет лучше Это просто, ну, это было понятно Это вот прям витало в воздухе То есть будет лучше Вот эта хрень пройдет и станет лучше Сейчас ни в России, ни в Беларуси У меня такого ощущения нет Я ожидаю только ухудшения Что еще какой-нибудь дебильный закон будет принят Никаких новых идей, новых людей к власти не допускают В Беларуси вообще просто оппозиции не существует И это будет очень медленная стагнация И изменить это, возможно, к сожалению Только опять очередным кровавым переворотом Но я не хочу в этом участвовать Я не хочу быть в стране, когда очередная революция произойдет Ждать этого, тем более я не хочу Да, и у меня есть ощущение, что это произойдет не скоро Уж точно не скоро То есть Александр Григорьевич и Владимир Владимирович Мужчины в самом расцвете сил Я думаю, еще лет 15 они вполне в состоянии руководить странами Ну, либо произойдет какой-то дворцовый переворот То есть система останется Просто другой человек встанет у власти И Россия вместе с ней и Беларусь Все больше и больше становится похожа на страны третьего мира Чем на общество, где можно развиваться Чего-то добиваться И ожидать для себя хорошей жизни При этом я в Беларуси жил хорошо Вы должны понимать, что у меня своя квартира Своя машина Не в ипотеке, полностью выплаченная Зарабатывал я намного больше, чем в среднем по стране И переехав сюда, в США Я это все потерял И я сейчас живу намного хуже Это понятно, что эмиграция Это ухудшение твоего состояния Хотя, ну, об этом немножко дальше Мне тут во многом помогали и друзья И родственники За что им, конечно, большое спасибо Без них это было бы намного сложнее Но я знаю людей, которые и без такого сюда приезжали И выживали Потому что здесь есть возможность То есть всегда есть возможность начать с самого начала Но я к этому чуть дальше перейду Я не жил плохо в Беларуси Но при этом Ощущения будущего У меня не было очень давно И я честно пытался Скажу так Пытался попытаться что-то изменить Но мне было Показано и сказано Что лучше В это не лезть Я вам прямо скажу Я не революционер Я не буду никого звать вперед на баррикады Не дай бог И уж точно для меня Моя семья важнее, чем Благополучие страны Так что можете меня считать не патриотом Те люди, которые оккупировали сейчас Россию и Беларусь И используют эти страны в своих интересах В общем-то и заставили меня оттуда уехать При том, что я Беларусь очень люблю Я считаю, что эта страна Ну, для меня она приятна для жизни Мне нравится там климат Хоть он и малосолнечный Мне нравятся там люди И я еще раз повторю Что я не обрываю концы Я не хочу сказать, что я никогда больше не вернусь В Беларусь А вдруг что-нибудь изменится Вдруг Придут люди, которые действительно изменят Что-то И захочется туда вернуться И захочется строить Новое общество Но сегодня У меня полное ощущение Отсутствия будущего Теперь почему Соединенные Штаты Америки Прямо скажу Я не считаю это лучшей страной В мире США Я не считаю, что Здесь все так безоблачно Это рай на земле Мне больше нравится Европа Но я исходил из того Где Будет легче Начать новую жизнь Во-первых, тут у меня есть Друзья И родственники Которые Мне Очень сильно помогли И Не совсем уже С чистого листа Все было Да, ну и к тому же Я еще исходил из того Чтобы это было все легально Ни в какой стране Не хотел Находиться нелегально И Вот я недавно Наконец-то получил Здесь разрешение на работу Ну в общем То есть я в США Полностью Resident Имею право находиться Работать и так далее Тем не менее У меня такая же возможность Была и в Европу уехать Но Европа сейчас Слишком разобщена И хотя это Тоже большой рынок Как и США В США у нас Сколько там 350 миллионов Населения А Евросоюз Это Наверное 500 миллионов Но Это разные языки Разное Законодательство Правда это есть и в США Потому что тут каждый штат Очень разнообразен Законодательством Но Разобщенность Европы Отсутствие вот такого Сильного Единого центра Мне кажется Ведет Ее тоже К Большим проблемам Этот выход Британии Из Евросоюза США Хороши тем Что тут Огромное количество Людей Большие территории Куча работы И вы всегда Себе Что-то найдете Точно То же самое Конечно Китай Там тоже Дофига работы Можно было бы Попробовать туда Но Во-первых Это совершенно Другой менталитет Во-вторых Это язык Ну и в-третьих Все-таки Тоталитаризм Как ни крути Хотя и С более человеческим Лицом По поводу языка И Европа Я учил Немецкий Специально Ходил на курсы Определенное время Думая о том Чтобы Уехать в Австрию Сейчас у Европы Явно проблемы И с иммигрантами И с целостностью И вообще С целью Существования Евросоюза А приехать В Австрию Как бы В Евросоюз А потом Оказаться в маленькой стране А в Австрии По-моему 8 миллионов населения С маленькой экономикой И С не очень хорошим знанием Немецкого языка Тоже Так себе Перспектива Ну кстати Еще по поводу Вот возвращаясь К тому Что я оставил В Беларуси Я же считайте И Профессию свою теряю Так как я журналист То Для того Чтобы здесь Работать журналистом Мне надо На таком же уровне Владеть английским языком Как и русским А я Считаю только На удовлетворительном Разговариваю На удовлетворительном Английском Могу удовлетворить Собеседника Кое-какими фактами Но Не таком уровне Чтобы работать Журналистом То есть Опять же Мне надо И Профессию Начинать Сначала Я не знаю Вам видно Но Потому что Куда Куда ехать Я бы Наверное Думал Об Австралии Вот честно Вам скажу Потому что Конечно Австралия Сама по себе Небольшая страна Миллионов 35 Но она Работает на весь На всю Восточную Азию То есть Это рынки сбыта И там Филиппины И Индонезия И там Малайзия То есть Это все между собой Связано Считайте Вот огромный Такой Регион При этом Английский язык И Менталитет Европейский Который мне близок Правильным ли было Решение Мигрировать Пока же Только время Я опять же Всегда Сомневаюсь Правильно ли я Что-то делаю И Утверждать сейчас Это знаете Как Самого себя Убеждать скорее Что да Я правильно сделал Сейчас конечно Мне Намного труднее Чем Жилось в Беларуси Но я надеюсь Что это временные Трудности И я На данный момент Пока Не вижу Каких-то препятствий В том Чтобы улучшить Своё положение Если В России Беларуси Ничего не ухудшишь А кстати Да Еще же Был например Вариант в Украину Мигрировать Да Самый близкий Наш сосед Все таки Очень все похоже Украинский Я понимаю Но Там тоже Все не так Однозначно Хотя В отличии от России и Беларуси Украинцы Хотя бы Пытаются Что-то изменять Другой вопрос Получается ли Это у них Это Это уже Их дело Но Пока Они На явном Перепутье И Непонятно Что еще Будет дальше Я надеюсь Что в России Беларуси Все будет хорошо И Эти страны Ну не произойдет То что Как мне кажется С ними будет В будущем Потому что Мне этого Действительно Бы не хотелось Но сидеть И Надеяться На это Я тоже Не могу Я надеюсь Что этим Видеом Я дал вам Пищу Для размышлений Я еще раз Повторю Я никого Не призываю Ни в коем Случа Мигрировать Я Мне бы Очень хотелось Чтобы вы Меняли Те То место Где вы Живете Чтобы Там Вам становилось Лучше А не Искать Лучшие доли В каком-то другом месте У меня К сожалению Так не получается Ну и в связи Этим С этим Я решил Создать Новый канал Будет называться Очень оригинально Леша в Америке Ну У меня все Такие названия Знаете Леша играет Леша в Америке Не знаю Когда выйдет Это видео Или В скорости После этого видео Я уже выложу Туда О путешествии В долину смерти Кроме того Я перенесу туда Несколько видео Которые я размещал На этом канале Года два назад О Моем пребывании В США Туда перенесу Чтобы действительно Этот канал Был про игры Тот канал Про Америку Ну и Спрашивайте Что вас еще Интересует О Том Что здесь В США Делается Вдруг я На основе Ваших вопросов Тоже какое-нибудь Видео сделаю Но опять же Уже На другом канале Леша в Америке Ссылка на него В описании Либо сейчас Вот есть Где-то тут Видео появляется Так что все Теперь официально После уже Более чем года Пребывания здесь Считайте меня Эмигрантом Спасибо Что смотрите А Теперь я наверное Еще в стримах Заменю Донаты Вместо На избавление От зависимости От пошаговых игр Буду просто Собирать На съем Квартиры Тут это Очень большие Деньги Стоит Ну и Наверное Тоже многих Интересует Будет ли дальше Канал развиваться Естественно Я его не буду Забрасывать Возможно Будет меньше Видео Это уже Как От моей Загруженности Здесь Вряд ли У меня Получится Теперь Так же Работать Как это Было В Беларуси На английский Я переходить Не планирую Ну как Я не хочу Прям Уже Загадывать Прям Я никогда Не перейду На английский Но вот Сейчас У меня Нету Ощущения Или какого-то Желания Делать Видеоканал На английском Языке Об играх И о чем-то Еще Вот Не знаю Почему-то Нету Такого Стремления Так что С каналом Леша играет Я думаю Все будет По-прежнему Надеюсь Вы меня будете Так же Поддерживать Тем более Что именно Сейчас Мне ваша поддержка Больше всего И нужна Ну а на этом Все Вы видели И слышали Алексея Халецкого Жду Ваших комментариев Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому